Там страдает порядка 150 тысяч наших граждан-жителей, которые попали в патовую ситуацию. Причем в одном случае говорят, что если уже под одной половинкой дома успели земель сейчас так оформить, по каким-то старым правилам, то под второй можно оформить. А если не успели, то уже оформить нельзя. Я не понимаю этот двойной стандарт, по крайней мере, нашего Росрегистра. В программе ЦИЦИН, которая идет по аварийному жилью, двухквартирный дом признан на многоквартирный. Но в другом документе вы абсолютно правы, он ни с чем не признан. Он не входит. У нас получается, когда надо, включили, когда не надо, не включили. Вторая проблема, которую бы мне хотелось озвучить, это, конечно, федеральные земли и вовлечение их в оборот. Это в пригороде города Улан-Удэ, это земли, принадлежащие учебным заведениям. В частности, вот Сельскохозяйственная академия не так давно, в начале 2000-х годов, получила постоянное бессрочное пользование. Почти 6000 г земель сельскохозяйственного назначения. Люди, во-первых, не могут правильно оформить пакет документов, им футболят туда-сюда из-за того, что просто запятая не там поставлена. И сегодня ни один квадратный метр земли, несмотря на то, что новые изменения действуют уже с марта 2015 года, то есть, считайте, уже 14 месяцев, практически ни один квадратный метр земли не передан из федеральной собственности. Земля зарастает. По городу Улан-Удэ есть федеральная земля, правильно? В самом городе Улан-Удэ, вот за удовольствием, где госпиталь, там, и пошло, и все же распродали. И самое главное, они имеют доверенность вот этого, как их называют, организации, которые продают. Продают. И при том, такие суммы, с ума сойти можно. А куда эти деньги уходят? Тут вопрос. Совершенно понятно, куда уходят. Но они в государственные ничего. Я не вижу, чтобы эта 80-километровая зона, ну это я по максимуму говорю, да, была, соответствовала законодательству, интересам граждан. И я считаю, что она напрямую нарушает конституционные права граждан, проживающие на этой территории. У нас показали по телевизору, помахали каким-то проектом закона, что вот он есть, мы его примем, и дальше дело никуда не пошло. Пока мы все туда не включимся, мы ничего не решим. Этот вопрос вроде бы там спорно подняли. Как вы знаете, Тулоханов очень с резкой критикой большой выступил против Донского, от которого у Донского, по-моему, до сих пор зубы болят, и не только. Поэтому с этих позиций, я думаю, вопрос все равно будем решать. Мы никак, ни в коем случае не должны это оставить на произвол судьбы.